Девушки отдыхают Вы все расхваливаете этот край, но если это действительно так, то почему у него такое уродливое название Акмула? Город, в который мы едем, раньше назывался Карауткель, сказал отец. В старые времена сюда, к берегам Ясиля, в поисках богатого пастбища, приезжал из тургайских степей Никибай Нияс. Получилось так, что в одну из литовок он сильно занемог и вскоре скончался здесь. Перед смертью он позвал всех своих сыновей и сказал «Вам хорошо известен небольшой холм, что стоит при выезде из Карауткеля. Когда я покину этот мир, отнесите меня к той сопке, а могилу сложите из белого точильного камня, которым богат здешний край. Могилу сделайте высокую, похожую на юрту, чтобы ее остроконечный купол был виден путником издалека». Сыновья выполнили последний отцовский наказ. И вот на Карауткельской сопке забелела остроконечная могила. С тех пор путники, возвращаясь из этих краев, стали все чаще говорить, что едут они со стороны Акмулы. Со временем люди и вовсе перестали упоминать старое название Карауткель. 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 Я очень рад, всю жизнь радуясь, наслаждаясь вот этим знакомством. Я, конечно, руководил большими коллективами, знакомых людей, товарищей, друзей было много. Но Рахмжан стоит особняком всю жизнь. Мы с ним дружили солдатской дружбой, офицерской дружбой, потом уже семейной дружбой. Родом он из села Коши, Селиноградской области. Он был воспитан в детдоме. Он такого внутрисемейного воспитания в детские годы не получил. Судьба распорядилась так, что к 13 годам я остался круглым сиротой. В 4 года я потерял мать. Отец старался сделать все возможное, чтобы я не почувствовал этой утраты. Но в одной из серых дождливых ночей пришли в наш дом троих хмурых людей и молча увели моего отца. Эти люди вместе с отцом увели у меня мою радостную безмятежность и мое счастливое детство. И слабым успокоением станет потом то, что это было чьей-то ошибкой. Отца своего любят все дети, но у него была особая причина, чтобы о нем говорить с таким трепетом. Потому что его власть того периода лишила отца, живого отца. Он был органами НКВД того периода, арестован и находился в лагерях ГУЛАГа. А мать умерла вообще рано, когда ему было 4 года. Поэтому он даже и не очень помнит свою мать. И в результате всего этого он потом оказался в детском доме, в училищах фабрично-заводского обучения, потом в армии, так пошла жизнь. И он все время мечтал, как бы хоть получить какую-то весть об отце. Хоть увидеть его, живого отца. Это была его мечта. Вот одна из причин его героического подвига, в какой-то степени было. И вот это обстоятельство, что он оказался озлобленным не к родине, не к народу, а он был озлоблен властью. Он в лице фашистской Германии еще раз увидел эту беспощадную власть, которая может повторно или другими способами, более жестокими и ухищренными методами, мог подавлять личность человека. Ну может быть где-то было, потому что при живом отце остаться сиротой, это, в общем-то, тоже, я думаю, что это не так просто, правильно? Поэтому у отца, просто я знаю, у него характер, у него было очень большое чувство такое было. Но если не самолюбие, то во всяком случае вот такого намысла, как казахи говорят, он считал, или думал во всяком случае, что он должен что-то совершить такое, чтобы, допустим, его имя осталось. Если не в истории, то во всяком случае они его запомнили. Потому что, я знаю отца, он в этом отношении был очень такой, если не слава, слава, я имею в виду не официальная такая слава, что там шапки, так сказать, бросали в воздух, нет. А вот именно в человеческом плане, почему, ну кто, если не я, почему не я? То есть в этом отношении не боялся ничего, и, в общем-то, да, наверное, где-то было что-то такое, чувство какое-то. В нашем колхозе была только начальная школа, и поэтому многие дети уехали учиться в райцентрах, соседние села, где была семилетка. Хотел учиться и я. Подгоняемой мечтой об учебе и большом городе я бреду по проселочной дороге. Но что ждет меня впереди? Вскоре аул превратился в едва заметную точку. А я снова и снова оглядываюсь назад. С лица украдкой смахиваю предательски набежавшие слезы. Тайтубинский детский дом состоял из четырех деревянных постройок, две из которых были отданы под обшежитие. В одном жили девочки, в другом – мой. Я быстро сошелся с ребятами. Впрочем, на первых порах не обошлось и без ЧП. Экзамен на Харате пришлось сдавать спустя уже несколько часов. Своего экзаменатора я заприметил с утра. В общей массе он выделялся толстыми губами. Он долго присматривался ко мне, затем подошел и, став вплотную, нахально ткнул меня в грудь. «Эй, как твоя фамилия?» «Кошкарбаев, а что?» «Значит, правильно сказали. Смотри, не вздумай бодаться. Вмиг рога пообломаем. А тебя как звать?» «Запомни, твоего дядьку зовут Жаманкулом. При слове «дядька» я прыснул. Жаманкул. Выходит, ты самый паршивый даже среди рабов. Жаманкул. Не городи чепуху. Прочти мое имя с конца, и получится Лук-Намаш». А Лук-Намаш Балда являлся одним из ста ангелов-хранителей самого пророка Мухаммеда. «Я плохо знал окружение пророка Мухаммеда, поэтому не рискнул влезать в этот спор, но торчащий под самым носом жаманкуловский кулак явно не нравился мне. Но если ты один из ста, то я для тебя сам пророк, — выпалил я. И, схватив ангела-хранителя за рубашку, повалил на землю». Когда ему исполнилось 18 лет, и мне исполнилось 18 лет, он был призван в армии, и я был призван. Я из Джасказгана родом, я оттуда. И мы встретились в Кокчетаве. В Кокчетаве стоял 367-й стрелковый полк. Мы туда поступили, и мы обучались в школе младших командиров. После окончания, это была где-то полугодовая школа младших командиров, там вместе шесть, обучались, получили мы звание сержанта, и нас оставили, и меня, и его, сержантами этого полка, чтобы мы обучали следующее пополнение. Я думаю, причиной этому было то, что мы и учились хорошо. Ну, Рахмжан, он же воспитанник детского дома, он очень такой, пришел в армию такой полувоенной подготовкой, полувоенной выправкой. Поэтому он очень хорошо вписался в армейскую жизнь. Мы изо дня в день ожидали отправки на фронт. И вот тогда нас вызвали, и я оказался в штаб полка, и предложили нам поехать учиться в военные училища, офицерские училища. Мы дали согласие, и поехали мы вот учиться в офицерское училище во Фрунзе. Это было Тамбовское офицерское училище, эвакуированное во время войны в город Фрунзе. Мы попали с Рахмжаном, ну, конечно, мы и старались, в одну роту, в один взвод и даже в одно отделение. В отделении всего ведь там 10-12 человек, вот в одном строе, и днем кровати нас стояли рядом. Вот, как говорится, мы и днем, и ночью были вместе. Учился он очень хорошо, физическая подготовка у него была замечательная. Выполнял он распоряжения командира и так далее, очень старательно. Вот как раз и на фронте это проявилось. После занятий, чтобы немного подготовиться к предстоящим выпускным экзаменам, я отправился в библиотеку. Сняв со стеллажей несколько книг по военному делу, я только примастился на стул, когда в дверях появился возбужденный Жанша. Жанша, сильно понизив голос, сказал мне в самое ухо. «Там за воротами тебя ждет какой-то мужчина. Говорит, что твой отец». Я ошеломленно смотрю на него и не знаю, верить ему или нет. Я побежал к выходу. Еще издалека, увидев за оградой знакомую фигуру, не обращая внимания на укрики часового, кинулся к нему навстречу. Мы обнялись. На глазах стояли слезы. Это были редкие слезы радости. Ну, мы посоветовали же, как быть. В открытию там, если сказать, что из заключения, политзаключения пришел отец, это было бы, конечно, целое событие. Его перспектива службы в армии, офицерского училища, да еще вот прием в партию, это стало бы, ну, определенным препятствием. Поэтому мы встречались просто, ну, на квартире, и тот тайком. Этот день-два он встречался со своим отцом, и он уехал потом. Вот это было лицо того периода, той жизни. Разговоры главным образом шли обо мне. И я был этому очень рад. Не надо было быть тонким психологом, чтобы догадаться, как отцу мучительно вспоминать свое прошлое. И было бы, с моей стороны, непростительной ошибкой бередить еще свежую рану. Он должен был начать сам. И этот разговор состоялся. Он произошел в последний день, в день расставания. «Слушай меня внимательно, Рахим», – начал он наконец. «Все эти дни, что мы с тобой вместе, мы переговорили о многом, но ни слова не было сказано обо мне. Ты взрослый человек, и вправе принимать любое решение. Ты можешь осудить и даже отказаться от меня. Кроме жизни, я не дал тебе ничего, если, конечно, не считать тех неприятностей, которые я причинил, или еще, возможно, причиню тебя. То, что сейчас я скажу, будет сказано не в оправдании, поэтому я не стану рассказывать о том, где я находился эти годы и что там делал. «Были конкретные обстоятельства, конкретные люди, которые оклеветали меня. Они сделали свое гнусное дело. Об этом им потворствовали обстоятельства. Видимо, время такое. То, что я пережил, позади. Я призываю всех богов, чтобы мои несчастья не легли тенью на твою дорогу. Это было бы для меня самым страшным ударом, которого я уже не перенесу». И вот он мне говорил, я, Жаке, тебе только говорю об этом, а как мне быть, как быть, я же должен сказать перед партией, там, правду, чистоту и так далее. Вот так он советовался со мной и очень переживал. Он теперь вынужден молчать, скрывать о своем отце. И, ну, это один был этап переживания о своем отце. Ну, а потом, когда он уже демобализовался, вернулся из армии домой, ну, тогда в Целиноградь, теперешнюю Астану, они тогда жили в городе, он уже работал там в городе, в Астане. И он рассказывал, что отец настолько изголодался о своем сыне и сын о своем отце, что они не могли днем, когда он уходит на работу, а отец вечером сидел у порога, ждал его каждый день. В тот момент я был уверен, что не могли отца, если бы даже он был байским внуком, объявить врагом народа. Да и не был он никаким байским отпрыском. Я отлично помнил, как наша семья скиталась по чужим дворам и долгое время жила в доме старика Талеву. Но чтобы понять все, мне понадобились годы, многие годы. Мы молча пожали друг другу руки, и отец поспешил скрыться в вагоне. Увиделись мы не скоро. Нам еще обоим предстояло дожить до победы в этой тяжелой войне. Шли на войну, наверное, с одной стороны. Долг патриота, долг гражданина воевать за Родину. С другой стороны, они оставляли все. То есть они оставляли аул, они оставляли хозяйство, семью и так далее. И они понимали, что не вернутся они с войны, кто останется здесь. Вот тут двоякое такое, это двоякая ситуация. Отцу, может быть, было где-то проще, потому что он еще был молод, не было ни семьи, его ничего, в общем-то, не держало, скажем так. Он был сиротой, поэтому, в принципе, ну тут, наверное, больше сыграло чисто вот это вот дух патриотизма в этом отношении. Мы закончили училище, получили офицерские обмунирования, погоны офицерские. Все училище, окончившие, человек 300, наверное, мы поехали эшелоном на фронт. И вот по пути мы с Рахмаджаном сделали одну остановку. У меня брат, Жанасов Капар, работал в Казлардинской области, в Желагашском районе первым секретарем райковой партии. И вот я Рахмаджану говорю, давай мы сделаем остановку. Он говорит, Жанасов, как же это так? Слушай, нас не посчитают за дизельфира? Да нет, я говорю, что ж мы. Но все-таки давай спросим у начальника эшелона, попросим разрешения. Ну вот, он сходил, мы получили разрешение у командира эшелона и сделали остановку. Это был наш последний два дня мирной жизни, семейной обстановки. Ну, первый секретарь там, конечно, у него дома было хорошо, угощения были нормальные. Была там еще девушка. Вот интересный момент. Бахыт по имени, она сестра жены брата. А Рахмаджан, он очень был шутник, он очень умел острить, он был очень богат. У него язык, речь у него была богатая казахская. Он умел хорошо говорить, он немножечко пел, он чуть-чуть играл на дамбре. И вот он на дамбре поиграл, песни попел, пошутил и так далее. Вот я чувствую, он все клонит поухаживать за этой барышней. Вот хотя он знает, что послезавтра надо уезжать, и все равно. То есть я это к тому говорю, какой он человек. Вот как-то подчеркивает его человеческую натуру. Вот такой он был. Неунывающий, веселый. А брат мой со мной переживает. Он думает, что он последний раз меня видит, что я уезжаю на фронт, он тайком со слезами со мной обнимается, прощается. А он говорит, да ничего, мы вот разобьем этого проклятого немца, вернемся и так далее. И вот с этой девушкой взбахет, там пощучивает, поигрывает. Ну, потом, конечно, наступил день, попрощались, мы уехали. И он очень трепетно попрощался с бахеткой. И мы продолжили наш путь. Вот так мы доехали до местного назначения нашей фронтовой службы. Я был назначен командиром стрелкового взвода в своей дивизии. А вот был назначен командиром разведвзвода. И мы пошли в бой. Кончался декабрь 1944 года. С тяжелыми боями наши части встречали 1945 год под Варшавой. Накапливая силы для концентрированного удара и в ожидании нового броска, наша часть остановилась в густом лесу. И этот чертовски пронизывающий ветер. К счастью, нас пока спасают густые плотные заросли лесной чащи. А каково тем, кто на открытые равнения? При этой мысли дрожь пробегает по тем. Первое сражение было это взятие или освобождение Варшавы. Это река Висла. Вот первые сражения мы получили там. Наши войска соорудили понтонный мост. Там были очень... самые жесточайшие бои. И вот надо было пройти. И вот мы проходили. Там несколько раз этот понтонный мост артиллерийский авиационными бомбами разрывало. Идет танк, идет там артиллерия. И тогда все уходило в Вислу. Это еще страшнее, чем в городе. Почему? Потому что ты на этом берегу, он на том берегу. Он, значит, подготовил все огневые точки, организовал оборону, сядет он в траншее. А ты, почти незащищен, находишься на этом берегу, должен поразить огневые все точки противника и форсировать под огнем. А в Варшаве уже уличные бои. Там уже другое дело. Там уже сражаться приходилось. Там уже живой противник. И прошли эту Варшаву. А Варшава была разбита. Живого кирпича почти не было. Мы вошли в горящий город. Впечатление было такое, будто оказались в аду. Обуглившиеся голые стены домов, чудовищные воронки и груды, сваленных прямо на улицах трупов. Такая страшная картина предстала перед нашим взором. Даже старые солдаты, повидавшие немало на своем веку, были потрясены увиденным. Спустя три часа мы покидали разрушенный дотла город. Пройдет немало лет, когда я снова увижу столицу Польши. Но это будет уже другая Варшава. Цветущая, красивая. Ну, о войне я помню, что он всегда рассказывал как-то очень сдержанно, сухо. И, в общем-то, говорил больше о людях, которые его окружали. О себе самом он мне ничего не говорил. Просто он говорил о том ощущении, что каждая минута была равна... Ну, жизнь, все это оценивалось. Вот ты знал, что в любой момент ты умрешь. То есть вот эта ситуация. Только ощущения вот свои собственные. Вот это было наше первое сражение. Прошли с боями. Потом уже немножко была передышка. А впереди Берлин. Впереди уже германская, немецкая территория. Конечно, громадная артиллерийская подготовка. Это под городом Кюстрин, немецкий город. Вот там был форсированный Одер. Наш понтонный мост разрушался. Опять восстанавливали этот мост. И вот после Одера надо было идти дальше уже, на Берлин. Но тут наступила команда вернуться на север, в сторону Балтийского моря. Уже Берлин недалеко, уже километров 70-80 оставалось. А в тылу, как бы в тылу, оставались так называемые шнейдемюльские группировки, войск. Вот. Но мы тогда еще не знали, почему нас поворачивают. Нас всех повернули, и 150 дивизий Рахмжана, и нашу дивизию вот на север, на Балтику. И вот туда мы пошли с боями. Вот тогда как раз Рахмжана эти самые языки добывал, в штыковую пошел. И так же, как мы там пошли. Там было, конечно, очень жесточайшее, вот такое, лицом к лицу, встреча с противником на штыках. Немцы то отступали, то снова шли в атаку. Больба была почти беспрерывная. В кожухе Максима закипела вода. Оставшись без прикрытия своих танков и наткнувшись на мощный заградительный огонь, немецкая пехота отступила назад. Наши бойцы поднялись в атаку, и увлекаемые раскатистом «Ура!» стали преследовать убегавшего противника. Уже на подступах к лесу мы вступили в рукопашный бой. Немцы дрались отчаянно и отнюдь не собирались прекращать бой, хотя исход его был уже предрешен. В этих сражениях по разгрому вражеского прорыва только наш батальон взял в плен более 400 вражеских солдат и офицеров. Были также захвачены 3 танка, 8 пушек и около 20 автомашин. Для овладения Берлином верховное и главное командование Советского Союза сосредоточило, ориентировало трех фронтов. Первый белорусского под командованием маршала Жукова, первый украинского под командованием маршала Конева и второго белорусского под командованием маршала Рокоссовского. Наш герой Рахмджан Кошкарбаев сражался в составе 3-й ударной армии генерала Кузнецова, точнее генерал-полковник Кузнецова и 79-го стрелкового корпуса генерала Переверткина, и куда входила 150-я Идрицкая, затем Берлинская ордена Кузнецова 2-й степени дивизия. Командовала этой дивизией герой Отечественной войны генерал-майор Шатилов. От Одера до Берлина примерно 60-70 километров было. Это примерно как от Алматы до Водозногоча. Все это было изрыто, установлено бетонно, траншеи, мины, колючие проволоки, там живого места не было. Вот этот участок пришлось преодолевать нам, где мы перешли наступление, в частности мы, где я воевал, наши дивизии, мы перешли в Кюстеринский плацдарм, 70 там с чем-то километров было, это около месяца шли. 60 километров? Да. Затем прорвали мы вот Карлсхорст, приград Берлина. Это, как говорится, замок Берлина был. Поэтому они создали самую, так называемую, многоэшелонированную систему обороны. За нашими окопами стояли орудия, почти что сплошной ряд орудий, артиллерий. Сплошной ряд катюш, тяжелых артиллерий дальше. танки все были подготовлены. Такого мы и не видали никогда. И утром где-то часов 4, по-моему, еще не расцветало. Ударил вот этот вот артиллерийский зал. Я проснулся от сплошного грохота. Дрожала под ногами земля. Взрывной волной меня отбросило к брустверу. Удивительно, весь фронт осветился красно-зеленым маревым. От взрывов снарядов и мин шума низкопролетающих самолетов невозможно было говорить. Я взглянул на часы, они показывали начало 6-го. 16 апреля. Арт-обстрел продолжался. Где-то рядом падали бомбы, рвались снаряды зениток, а их трассирующие пули расчертили небо красивым пунктиром. Кругом все гудило и стонало. Меня охватило отрыв. Честно говоря, подобное я видел впервые. Неужели все это силами артиллерии нашей дивизии вырвалось у меня? Позже мы узнали, что в этом двухчасовом обстреле приняли участие 22 тысячи орудий и минометов. 143 установки мощных зенитных прожекторов ярко поливали светом поле боя по всему фронту и, ослепляя глаза, били в лицо врагу. Это было невероятно грандиозное зрелище. Потом пленные фашисты рассказывали, что на первых порах они решили, будто мы применили новое секретное оружие. Когда ураганный артиллерийский огонь начался, значит, безусловно, начинается паника, начинается разрушение. Это общеизвестное дело. Но до сих пор только объятия союзников, не только наши, но и союзников, наносили только бомбовые удары по Берлину. А сейчас стал вопрос к концу апреля, значит, занять логово фашистского зверя Рейхстах. Уже центр Берлина. Там дом Гиммлера, там Рейхстах, там Бранденбургские ворота. Это уже центр Берлина. И вот дивизии и полку, которым служил Рахунжан, была поставлена задача взять дом Гиммлера. И здесь тоже вот Рахунжан сделал разведку. Подутре меня разбудил связной командира батальона и передал приказ комбата срочно явиться к нему. Лейтенант, я хочу поручить тебе задание. Отбери у себя пять-шесть надежных парней. Надо до рассвета сходить в разведку по ту сторону железнодорожной ветки. Нужен язык. В темноте, сохраняя предельную осторожность, мы переползли через насыпь. В этот момент в небе появилась вражеская ракета. Мы замерли, и когда она погасла, стремительно скатились вниз. По-пластунски поползли вперед. Достигнув дома, я оставил двух бойцов у входа, а сам с тремя солдатами обследовал комнаты. Выбрав место поудобнее, мы затаились. Прошло достаточно много времени, где-то около часа, когда внезапно раздались приближающиеся шаги. Из-за угла показались три фрица. На груди болтались автоматы. «Будем всех брать живьем», передал я шепотом команду. Когда они поравнялись с нами, мы ударами прикладов оглушили их и, затолкав в рот по кляпу, поволокли к себе. Когда мы уже пересекли рельсы, немцы открыли запоздалый огонь. И вот это очень помогло, между прочим, все подробности, все ходы, выходы у него были добыты. И вот они потом с боями зашли в этот дом. Это очень укрепленное было здание. Падение этого здания, это как бы дало другим войскам, другим воинским частям как бы вдохновение. Вот там он мне рассказывал, как ему вручали портбилеты. Вот за то, что он одолел там Одер, Вислу, Шенейдебульские группировки, он проявил себя, конечно, но портбилеты ему вручили вот в доме Гиммлера как раз. На Рейхстаг было нацелено несколько армий. Я должен сказать, что не только третья ударная армия, но и пятая ударная армия, восьмая гвардейская армия. Так что тут сил и средств советского командования было предостаточно. Немецкие города плотно застраивались. И бой шел. Иногда за каждый этаж, за каждый дом, каждый переулок. А дивизия, которая наступала Рахмжан Пашкорбаев, это 150-я дивизия индийская, они шли на направление Рейхстага. Они выполнили свою задачу, затем шли непосредственно на Рейхстаг. Рейхстаг это символ государства, это парламент. для того, чтобы его захватить неудобно было, слишком неудобно. Почему? Потому что он стоял отдельно, отдельно он стоял только на площади, вокруг, кругом асфальт и бетон. Площадь, вокруг, чистая площадь, кругом площадь. Поэтому все подступы, только надо бить сначала артиллерии и авиации, но больше артиллерии били, и здание слишком капитальное. Так его просто не возьмешь. Их дивизия шла туда, на этот Рейхстаг, а мы шли, я, конечно, не знал, что там Кошкарбаев воюет или кто, мы шли на канцелярию Гитлера. Командир батальона, где служил Рахамджан Кошкарбаев делает предложение, вручает ему штурмовой флаг. Такие флаги выручались многим частям, не только батальону Кошкарбаева, многим частям. Я осторожно выглянул из окна, вроде стрельба поутихла. Скинув с себя ватник, я поглубже запретил за пазуху под гимнастерку флаг. Потуже стянул ремень и посмотрел на часы. Они показывали ровно 11 часов дня. Я обернулся назад, и, скомандовав вперед за мной, первым спрыгнул на брусчатку Королевской площади. В ту же минуту огонь вспыхнул с новой силой. Я всем телом прирос к земле. Впереди меня зияла оставленная взрывом снаряда небольшая воронка. Я пополз туда. Не успел отдышаться, как кто-то сверху свалился на меня. Это был Григорий Булатов. Где остальные? Не знаю. Приподняв голову, я посмотрел назад, и мне стало не по себе. В то место, откуда мы сейчас выпрыгнули, враг вколачивал снаряд за снарядом. Теперь нечего было думать, что оставшиеся ребята могут спрыгнуть на площадь. Правда, я лично сам никогда не думал, что останусь живым. Вот это оставшиеся 150 метров в окно к этому подачки к их стану. На всякий случай я развернул угол, нижний угол плака, написал номер нашего подразделения 674-й и записал свою фамилию Булаг Шкарбай. Гриша, сидевший рядом со мной правильно доложить нас, написали, что действительно нас убьют и никто знает не будет помнить такие откуда. Я сказал, нет, Гриша, нам не должны умирать, мы не должны умирать, не должны как-то любых обстоятельств доставить эту структуру, платить их сам. И приподняв голову, я увидел, что рейхстах заволокло то ли дымом, то ли поднятой пылью. Плохая видимость была как нельзя кстати. Пора, Гриша, вперед. Мы вложили в этот рывок все силы. Впереди метра на два летел Булатов. Вокруг брызнули пули. Брусчатка Королевской площади неожиданно кончилась. Под подушевный сапог застучали мраморные ступени входа. Вот и стена. И вот он со своими солдатами. Ну в конце концов у него подручен остался вот этот солдат Булатов. Вот он с ним добрался где-то в 6 часов вечера по-моему. И водрузил установил это знамя у фронтона. И это между прочим знамя послужило сигналом. Другие там подразделения которые были на подступах они шли и постепенно. А когда увидели там уже флаг красный висит тут уже все побежали побежали штурмом и так далее. Рахмжан этот подвиг был отмечен. Он сразу получил ордит боевого красного знамени. Ну потом был он представлен несколько раз героем Советского Союза. Ну вы эту историю знаете как это дело. Откладывалось а потом в это дело вклинилось какие-то политические моменты. Потом где-то раскопали что у него отец вот был репрессированным. А потом уже стали говорить ну давайте не будем возвращаться к истории что как было в свое время пусть так останется и так далее и так далее. Ну в конце концов справедливость восторжествовала мы Казахстан получил свою независимость и он получил звание Калкармани от нашего президента. Калкармани Калкармани писать много стали говорить такой бум был такой я помню то вот из Германии приехали представители и пригласили отца в ГДР и сказали что вот это судоверф названо его именем для него это было конечно нонсенс он не знал вообще он об этом даже не подозревал что там рабочие сами вышли с такой инициативой собрали они как-то скрупулезно этот материал они ездили в Рейхстаг они там что-то там какие-то в архивах копались и так далее вот нашли его самого фамилию что именно он участвовал то есть вот это было тоже символично в этом отношении в Рейхстаг в Рейхстаг в Рейхстаг в Рейхстаг Продолжение следует...